привет друзьям на связи арбат холмс и я сегодня вновь лезу туда где вообще ничего не понимаю мы сегодня в невероятно красивом месте мы сегодня в цветочном салоне это марина марин здравствуйте привет да привет слушай сегодня я буду задавать наверное глупые какие-то вопросы о цветах я потому что цветах знаю только что их надо дарить самое главное дарите цветы как давно вообще в мерсине мерсине мы уже больше года мы приехали в августе прошлого года ну то есть вот уже наверное года полтора нам нравится пока не собираюсь никуда уезжать и не надо я посмотрел пожалуйста уезжайте наконец-то нашел хороший цветочный салон почему именно цветы то есть это была идея которая возникла здесь или все-таки у вас какой-то опыт вы его привезли сюда я работала в флористом цветочном магазине поэтому решила что нужно чем-то заниматься здесь то есть себе найти применение потому что в любом случае как бы отдыхать хорошо первые полгода я ходила на море развлекалась но потом я поняла что мне это начинает надоедать и мы решили что почему кота как здесь флористика развита плохо и магазины цветочные здесь устроиться довольно сложно хотя в принципе наверное можно то есть были такие как бы намеки на то что можно было бы и поработать но просто там все равно своя культура и сожалению я со своими стандартами не подойдут сложно интегрироваться если так сказать но у них стандартами свои требования да 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 но вот тогда дать и поговорим где может быть сложнее или турецкая республика насколько сложно здесь именно цветами заниматься да в принципе наверное не так сложно как и в другие сферы везде нужно просто усидчивость нужно найти поставщиков поставщики очень много местности то поставщиков очень много просто нужно найти своего в целом когда ты находишь поставщиков дальше нужно просто иметь терпение просто терпим да просто лучше не ругаться это я поняла на первых порах потому что как ну мы привыкли вот это вот топнуть ногой сказать где мой сервис это здесь не срабатывает здесь лучше искать такие подход подходы мягкие но в целом никаких сложностей нет но все решаемо все обговаривается все очень они очень доброжелательно относятся в любом случае гостеприимно когда видишь что ты иностранец удивляются спрашивают его ничего себе спрашивают даже историю как почему ты сюда пришел с цветами но никаких и даже помогают то есть вот на тендерах здесь есть тендер местных цветов получается основатель да кто он принципе за нас может понажимать кнопочки потому что само это действие занимает очень много времени не хватает так как пока нету тут на штата большого то есть никаких сложностей нет главное желание ну как в любой есть сложности которые преодолимы но вот раз уж сказали что много местных поставщиков я клянусь искал значит цветы для жены как я вот любил раньше там раз две недели подарить букет и понял что как будто я не вижу этих салонов вы говорите что поставщиков много цветы местные и тогда давайте вот про ассортимент то есть он ограничен все таки местным рынком или можно вот я не знаю захочу сейчас картос из мексики на самом деле импорт здесь есть как и по моему опыту я поняла весь импорт он поступает в турцию через одного посредника раз в неделю и в принципе это все выгружается на общую базу где все цветочники сидят и выбирают цветы соответственно если ты не успел что-то нажать ты опоздал неделю ты этого не увидишь понятное дело что наличие ограничено то есть они все равно как бы диктует что ты будешь выбирать но в целом импортных цветов много но они гораздо гораздо дороже чем местные то есть ну в несколько раз а но при этом можно найти все по желанию вот местные цветы они ну это то что вот выращивают здесь на плантациях сезонность имеет то есть если импорт он как правило постоянно всю жизнь ну все вот весь год то здесь местные цветы сезонные и в принципе то есть по сезону нужно отталкиваться и искать что нужно но зато это гораздо дешевле и но не всегда качественно то есть очень часто здесь так как импорт его обрабатывают чтобы он приходил там границы и нет ничего то здесь иногда приезжает что-то с жуками с пауками и с червяками и это тоже как бы свое такая вот но зато как бы ну как по моему опыту местных цветов здесь больше разновидностей чем например и вот в россии где я работала то есть здесь они победили поддерживают они до я так думаю что они выращивают больше на экспорт потому что в самой турции если понаблюдать цветочных из-за из этого наличия всех местных цветов вот например мерси не в основном это только розы красные и хризантемы мы иногда герберы да да действительно я ходил по цветочным очень много там в горшках я чего находил но вот ромашки я увидел только у вас вцепился за них забронировал сразу это импортные то есть это не местное производство если нас смотрят турецкие граждане выращивайте пожалуйста ромашки чисто для меня пару грядочек я буду брать хорошо а вот давайте тогда про в особенности именно цветочных знаете каких-то может быть примет может быть особенностей объясню с чего строится мой этот вопрос когда я наверно только приехал в турцию как и многие гуляя смотря на море я видел магазины с венками да вот эти вот венки мне это навеют не самые лучшие что это такое есть ли какие-то здесь приметы особенности за что дарят цветы какое количество дарится ты четное нечетно вот эти столь по поводу четное и нечетное они в этом плане не очень там категоричные они могут подарить два цветка у них на языке что-то это значит или я влюблен тебя ли пара то есть это два человека значит позиционируется не имеет вот никак не такие не заложены какие плохие мотивы в этом как у нас вот у них есть венки которые ну нас шокируют ну как бы в целом есть такой вид флористики я была готова к этому то есть я знала что такое присутствует единственное я никогда не углублялась в это и не могу сказать ну насколько они различны примеры при по как когда их изготавливается травмы траурной флористикой у нас ну как бы и там есть свои эти не знаю вот а в целом у нас не так много покупателей турков но в целом они покупают на праздники на большие на свои на день мамы очень много покупали на день учителя учителям покупает то есть но без повода наверное реже чем вот русскоговорящий как у них это более принято да то есть допустим я знаю эти вот на странах снг тут размашется сюда тут классику 101 роза пошел парень делать предложение не тут скорее одна роза будет а у них еще имеет значение цвет то есть а этой одной розы то есть они больше вкладывают в они количество а в как бы кассажа чисто даже да то есть просто неважно сколько главное что он есть этот цветок и значит это что-то значит сказали что там турки покупают только вы там немного насколько для них это в диковинку какой процент вообще турецкого ну процентов 10 со всех как бы вот если взять из ста 10 процентов покупают и ну и это в основном праздники то есть в будни и в обычные дни крайне редко но опять же мы немного себя не позиционируем пока на турецкую аудиторию так как у меня еще с турецким не все хорошо вот поэтому может быть из-за этого мы пока рекламируем ся больше на русскоговорящую публику и у нас место не такое проходное чтобы тут прямо каждый второй заходил но все равно но я говорю это либо небольшие букетики прям ну маленький либо по одному там два три цветочка вау вау я столько узнал о цветах я желаю вам вообще только развитие выхода не только на турецкую и на все другие аудитории которые здесь есть ну а я наверное вот просто смотрю на эти ромашки и мы пойдем их оформлять все полезные ссылочки будут в описании к этому видео марина спасибо вам большое что посвятили нас открыли эти цветочные за кулисы и вам приятно познакомиться и вам спасибо хорошо спасибо за просмотр и